Аркадий Райкин Мы можем прочитать и как стихи о Константине Райкине Нет, он совсем нас не дурачит, он с нами говорит всерьез Сегодня мы поговорим с вами о Константине Райкине Еще 70-летие мы отмечаем в этом месяце, в этом году Вот прошлый наш кинолекторий был посвящен Аркадию Райкину А сегодняшний будет посвящен его сыну Итак, 8 июля 1950 года родился Константин Райкин Но вообще говоря, ситуация тяжелая для душевной внутренней экологии Ребенок, занимающийся профессией успешных, если не сказать большего, родителей Вспоминает он в одном из интервью Я всегда буду сыном Райкина И умру, что бы я ни сделал в профессиональной жизни сыном Райкина Для большинства населения страны я сын Радует это? Нет Меня утомляет тезис, якобы открытие, что природа на детях гениев, оказывается, не отдыхает Вернее, не всегда отдыхает Как раздражает и первичный постулат о том, что она отдыхает Его придумали завистливые люди Дескать, ты талантливый, так уж дети твои будут ничтожны Вообще в искусстве сравнивать нельзя Живущий несравним Помните Мендельштама? И вот еще из одного интервью Я очень переживал, когда моя няня, чрезвычайно заботливая, но жутко невежественная женщина Принималась кричать в общественном месте Это сын Райкина идет Пропустите его без очереди Мне казалось, что я сгорел от стыда Я физически не мог пользоваться именем отца Меня в жар бросало от одной этой мысли И еще одно интервью У нас сегодня будет говорить Константин Райкин Вот словами из разных своих интервью, которые я собрал для вас Меня допускали в театр с детства В Ленинграде тогда был рассвет Большого драматического театра имени Тостоногова Это был лучший театр на свете Гениальная труппа, великие артисты Это был букет Я ходил, конечно, и на спектакли папы Еще момент репетиции Меня допускали за кулисы А театр это любопытнейшее место Не только со стороны зрительного зала Но и со стороны кулис Там же реквизит, костюмы, декорации Там ходят загримированные артисты Фантастика Так что нет ничего удивительного Что окончив в 1967 году Физико-математическую школу Интернат номер 45 Райкин решает поступать в театральный Я решил, что буду поступать на биологический факультет Я окончил школу и сдал несколько вступительных экзаменов Я очень хорошо был подготовлен Я бы поступил Но между экзаменов я решил попробовать поступить в театральный институт Такое кокетство, играя с судьбой Узнал, что Щукинское театральное училище Лучшее и что нужно пройти три тура В 16 лет я был окрылен Море по колено Я подготовился, выучил отрывок Прирепетировал дома перед зеркалом Я имел у себя огромный успех Очередь была огромная 317 человек на место И не потому, что там много желающих А потому, что институты маленькие Курс 20-25 человек Конечно, сложно оказаться в этой двадцатке Перед тем, как идти к комиссии Я решил, буду вкраплять в уже выученный И подготовленный литературный материал Животных Почему я решил тогда показывать животных Не могу сказать Раньше я показывал их своим родителям Так думаю, почему бы и не показать комиссии Я показывал их на четвереньках Я был темпераментным Читал стихи эмоционально Размахивая руками и вытаращив глазки Меня провели на третий тур Минуя второй На третьем туре меня уже ждали Общеобразовательные экзамены Я легко сдал И меня зачислили И вот Очень интересное воспоминание О детстве В общем, которое Воспоминание, которое Во многом и Показало Константину Райкину Что он может стать актером Когда я в детстве сказал папе Что собираюсь стать артистом Папа устроил для меня маленький экзамен Видишь ту клумбу и дорожку Сможешь пройти это расстояние И не делая паузы Показать человека От рождения до смерти? Спросил он Когда путь был окончен И я упал Изобразив смерть Папа не сказал мне ни слова Но по выражению его лица Я понял, что ему понравилось И теперь в сложные минуты Я вспоминаю то мгновение И мне становится легче В 1971 году Райкин оканчивает Театральное училище Имени Щепкина И становится Актером Театра Современник Я учился на так называемом Золотом курсе Юрия Катына-Ярцева Откуда вышли Наталья Гундарева Юрий Богатырев Владимир Тихонов Наталья Варлей Алексей Грабе После учебы 10 лет работы В Современнике Это был мой любимый Театр в то время За 10 лет я сыграл 38 ролей 15 главных В своем дневнике От 29 января 1968 года Корней Чуковский Запишет В гостях у меня был гений Костя Райкин Когда я расстался с ним Он был мальчуганом Играл вместе с Костей Смирновым В Сыщики А теперь это феноменально стройный Изящный юноша С необыкновенно вдумчивым Выразительным лицом Занят мимикой Создает этюды своим телом Я ветер и зонтик Индейцы ягуар На Арбате В автобусе Удивительная наблюдательность Каждый дюйм Его гибкого Прелестного Сильного тела Подчинен тому Или и новому замыслу Жаль Не было музыки Я сидел очарованный Чувствовал Что в комнате У меня драгоценность При нем невозможно Никакие пошлости Он поднимает в доме Духовную атмосферу И глядя на его движение Я впервые Пора Понял Насколько красивее Ладнее Умнее тело юноши Чем тело девицы Удачно складывается И кинокарьера Райкина В 73-м году Выходит много шума Из ничего А в 74-м Уже на следующий год Райкин принимает участие В дебюте режиссерском Никиты Михалкова Свой среди чужих Чужой среди своих Это роль татарина Каюма Делает Райкина Звездой Общесоветского масштаба Он становится Всесоюзной знаменитостью Действительно Блестящая роль С которой Райкин Великолепно справляется Он единственный в фильме Актер Который исполняет все трюки Сам прыгает в горную реку В 76-м году Еще один огромный Киноуспех Это Труфальдина из Бергама Главная роль После которой В общем Райкину Предлагают либо Однотипные роли Роли такого же плана Либо Слишком уж комические роли Райкин хочет чего-то серьезного Возможно именно из-за этого Его судьба в кинематографе Не будет Такой уж Да Яркой Как в театре Где-то около Десяти ролей Очень интересных Очень ярких Харигматичных По-своему Крупных Но Конечно Карьера Его Райкина Как киноактер Могла бы быть Куда более Куда более Такой весомой Но не сложилось Мне кажется По двум Причинам Во-первых Действительно Как вспоминает Райкин Его приглашают На очень Своеобразной Роли Внешность В то время Для Киноактера Главная То есть Вот если ты У какой-то Определенной внешности Ты будешь играть Эту роль В кино Ты можешь Герой-любовник Значит Ты должен быть Какой-то такой Ангелоподобной Внешностью Или наоборот Комические роли Вот такие Как Терфордина Избергама Как раз для Внешности Аркадия Райкина Сейчас Да От такого Уже Наверное Кинематограф Отошел Но тогда Это был Один из Таких Освополагающих Принципов Актер Играл Те роли Которые Как бы Позволяло Ему Играть Его внешность Поэтому В том числе И были Так называемые Черные списки Людей Которых Ну не стоит Приглашать Слишком часто В фильмы Потому что У них Слишком такая Колоритная Внешность Кроме Райкина В этом списке Был Например Олан Быков С его Очень запоминающейся Внешностью Ну и Вторая причина Конечно Это Колоссальная Любовь Райкина К театру Вот театр Переманил Его Из кино Полностью Кино При всем Моем Уважении И обожании Этого вида Искусства Все-таки Второе По значимости Дело Для драматического Артиста Я в этом Убежден Кинематограф В силу Своего процесса Даже если Ты снимаешься У гениального Режиссера Не дает Актеру Возможности Что-либо Попробовать На съемках Артист делает То, что Он уже умеет А нужный Навык Можно получить Только Будучи Обученным В театральной Среде Там он может Рисковать Искать И пробовать Различные Варианты Исполнения Своей роли Театр Кузница Мастерства А вот Кино и телевидение Это уже Для популярности Успеха И денег Там нет Времени Даже если Ты снимаешься У именитых Режиссеров Все равно Возможность По-разному Взглянуть На свою роль Нет Единственное Исключение Это Никита Михалков Он всегда Как для спектакля До блеска Оттачивает С актерами Своего фильма Роли на репетициях Наверное потому Что в отличие От большинства Своих коллег Имеет еще И театральное Образование Когда я снимал С его дебюте Свой среди чужих Чужой среди своих Роль Каюма Знал заранее Каждое слово Каждый жест Мы ее отрепетировали Еще до начала съемок Пробовали Искали Разные варианты Такой подход Сейчас встретишь Не часто И еще одна Интересная Мысль Райкина О Кинопроизводстве Которую я Полностью разделяю Терпеть не могу Когда в фильме Актеров Кто-то переозвучивает Мне кажется Это неправильно Полный русский Дубляж Иностранной картины Когда за Аль Пачино Или Леонардо Де Каприо Говорит Абсолютно Другой человек Но это же Черт знает что Унижение И попрание Достоинства Нашей актерской Профессии Используйте Только субтитры И показывайте Фильм таким Какой он есть Ведь эмоции Необходимо Не только видеть Но и слышать Подобное происходит И в российском кино Не нравится режиссеру Голос актера Он берет И использует другой Тогда может И ножками И ручками Вместо него В кадре Будет дергать Иной артист Кстати Вот еще одна причина По которой театр На мой взгляд Лучше кино Съемки закончились И актеру приходится Переозвучивать Самого себя Ну как это Ты ведь на площадке Проживаешь момент Здесь и сейчас А получается Что ты должен Повторить свои эмоции Но уже чуть позже В темной студии Не партнерши А звукорежиссеру В любви признаваться Постепенно У Константина Райкина Созревает желание Уйти из современника Аркадий Исакович Обладал гениальным Актерским чутьем Ему не требовалось Ни секунды Времени на разгон Мастер мгновенных Перевоплощений Читал роль с листа И она Рассвечивалась красками Рядом с таким Иверестом Как отец Я поневоле Чувствовал себя Могильным холмиком Только на втором году Работы в современнике Я позволил Отцу присутствовать На моем спектакле И очень боялся Что зрители Будут смотреть Не на Райкина Играющего на сцене А на Райкина Сидящего в ложе Еще в театральном Училище Я здраво рассудил Что в тени отца Попросту завяну Вырваться из Заколдованного круга Можно было Лишь изолировав Собственный дар Но на взлете Карьеры в современнике Через 10 лет работы Я ушел в тогда еще Ленинградский театр Миниатюр Это было крутое пике Но мне мечталось О собственном Особом Ни на что не похожем Театре И я решил Что лучше всего Экспериментировать На отцовской территории Пользуясь Сыновыми степенями Свободы Приехал к отцу Поделился мыслями Сказал, что приеду В его театр не один А с десятком Близких по духу артистов Отец Выслушал Согласился В 1981 году Райкин переходит В Ленинградский театр Миниатюр Под руководством Своего отца В 1982 году Театр переезжает В Москву И становится Государственным театром Миниатюр Ну а в 1987 Московским театром Сатирикон Смыслом театра Миниатюр Его единственным И главным артистом Был Аркадий Райкин Хотя там работали И другие выдающиеся личности Рядом с Райкиным Иных и быть не могло Но по сути Это был театр Одного актера И он действительно Был миниатюрный 10-12 человек Кроме того У него не было Собственного помещения Театр вел Бродячий образ жизни Вечные гастроли Мне поначалу Многое приходилось От отца отстаивать И в самые критические моменты Я делал вид Что мне плохо А папа Как сердечник Очень уважительно Относился К любой чужой болезни Когда я чувствовал Что других доводов нет Хватался за сердце И таким образом Мой коллектив Получал разрешение Продолжать работу Лишь бы только У меня не болело ничего Ничего у меня тогда К счастью не болело Актерская техника отца Была на высочайшем уровне И он требовал От молодых актеров Всего и сразу Если актер не справлялся Отец легко приходил в ужас Ему казалось Что актер почему-то капризничает Саботирует работу Мы с папой на многие вещи В искусстве смотрели Похоже Я был ведом им Но он Гениальный актер Абсолютно не понимал Рабочего процесса Поэтому я И пользовался Своим запрещенным приемом Мне надо было Спасать от отца Спектакли В которых он сам Впоследствии души не чаял Но 6 лет совместной работы С ним я считаю счастьем В маленький коллектив Который весь был Отцентрирован на отца Он пустил молодых людей Другого, нового поколения И это стало основой Того сатирикона Который сейчас существует Он поступил мудро и благородно Если бы он нас выгнал Я бы его понял Но он дал жизнь молодым И тем самым Продлил жизнь своего театра Хотя, конечно, театр Очень изменился Поменял облик и вид Из другого интервью Мы выпустили спектакли Лица, что наша жизнь Потом вышел мой моноспектакль Давай артист Это все было в жанре Условной эстрады Но отец был человеком внушаемым И не только с моей стороны Что-то ему внушали и другие Поэтому мне все время приходилось Отвоевывать какие-то уже Оговоренные вещи Он просто забывал про них Папа был человек настроения Он увлекался людьми Искренне, как ребенок И тому, кем он увлекался Он мог что-то наобещать Кто-то приходил за обещанным А папа его уже с трудом вспоминал Поскольку я был его сыном Я мог сказать ему Ты что, с ума сошел? Ты же не далее, как вчера Пообещал человеку Я мог, условно говоря Устроить ему скандал А кто-то другой не мог Поэтому там бывали иногда Очень печальные истории Как хотел, так и расхотел Как увлекся, так и охладел Мы шесть лет работали вместе Это было и прекрасно, и очень трудно Прекрасно, потому что он был Гениальный артист И потрясающий партнер на сцене А трудно, потому что он, к сожалению Не обладал педагогическими способностями Он не понимал, что у артиста Может сейчас не получаться А потом получиться Он с роли снимал моментально А для артиста, особенно для молодого Это страшная трагедия В 1985 году Константину Райкину Пересваивают звание Заслуженного артиста РСФСР А 17 декабря 1987 года Умирает Аркадий Райкин И Константин Райкин Возглавляет Сатирикон Но об этом мы с вами поговорим В нашем киноректории Через неделю Всего доброго